Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот я продолжаю высаживать томаты и хотела особо показать более подробно, как я делаю выемку. Потому что это очень важно от того, как вы вынимаете и как вы... Ну, короче, извлечение рассады из лотка очень важно. Сейчас я камеру сниму со штатива, приближусь, прям поставлю вот так, чтобы вы видели каждый корешок и все вам покажу. Как я вам уже сказала, выемка рассады перед высадкой, это очень важная процедура. Я отношусь к ней с особым таким вниманием. Она должна быть одновременно и оперативной, и аккуратной. То есть мы должны действовать быстро, но с осторожностью, чтобы не повреждать сильно корни. Ну, хотя повреждение корней ничего, конечно, не несет, но все равно. Единственное правило, что накануне высадки я обязательно поливаю, чтобы грунт был влажный, чтобы земля хорошо стряхивалась. Ну, с этих, с корешков. И второе. Никогда не выбираю сразу много, не оголяю много сеянцев. Потому что если вот такая жаркая погода, как сейчас, вы понимаете, корни голые, вот сейчас ветерок быстро подсыхают. Нужно сделать, как можно сократить до минимума вот этот временной отрезок от выемки из грунта до посадки. Вот беру вот такой комок, просто стряхиваю землю. Вот. Стряхнула землю. Вот таких горсти 3-4 набираю и пошла садить. Ну, тут я... Что-то он у меня сильно переувлажненный. Это я уже сегодня подливала, потому что жарко. Они пока здесь стоят, ждут своей очереди. Вот желатки подсыхают на солнце. Но обычно, когда грунт более-менее сухой, его вот так немножко потрясешь, и он сам спадает. Вы видите, что сеянцы все такие толстоногенькие. Хорошие корешки, видите, вот прям. Несмотря на то, что они росли, там по 300 штук в лотке загущено. Рассада вот для такого возраста, вот она месячная, она выглядит очень хорошо. Сейчас скажу, листики посчитаем. Здесь возьмем одного какого-нибудь экземпляра. Вот это у нас демидов. Он же сам по жизни короткий. Вот раз, два, три, четыре. И пятый лист лезет. Вот у него лезет пятый лист. Вырос он вот в этом лотке, в общем, загущенном. Видите, уже воздушные дополнительные корни. Это значит, что растение хочет расти дальше, имеет огромный потенциал и стимул, но ему не хватает земли. Смотрите, докуда... Ой, сейчас, подождите. Смотрите, докуда идут эти пупырышки. Вот досюда. Значит, он сейчас, когда я его заглублю, на протяжении вот этого всей длины, даст мне еще дополнительные корни. Будет еще крепче, сильнее. Все, я сильно удлинять видеоролик не буду. Главное, вы поняли, землю надо накануне увлажнить, выдергивать, добывать их небольшими партиями. Я вот так вот на подложку укладываю и пошла. Разложу эту партию, начинаю выбирать другую. И постепенно, пока один лоток я не выработаю, второй не начинаю. Вот пока я высаживаю демидов, Настенька будет точно так же высажена. Вот такой возраст месячный, самый идеальный. Они еще коротенькие, еще такие как... Ну, еще не совсем взрослые, но уже не маленькие. У них уже хорошая корневая система. У них уже вот эти вот, у всех, даже у маленьких, вот эти воздушные корни в зачатках. Они сейчас как только до земли доберутся, они как-то выпускают свои корешки и вперед. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok